привет мои бойцы уже здесь сейчас достанем они знают они хорошо знают одному получил второму вот так ну понеслась что у нас тут новости а я что-то их не открыл еще у нас погода градусов 7-8 ну-ка девять ну ладно и чет с ним может вместо новостей новостей песенку споем заливала землю талая вода из-за моря гуси-лебеди вернулись нет ну давайте новости ну у нас опять стрельба сша президент сша байден отдал приказ приспустить флаги после бойни в техасе преступник вооруженной винтовкой открыл огонь в торговом центре есть погибший его тоже пристрелили на месте так военкор сладков назвал невиданными по силе ночные удары в с россии по украине что еще дочь актера чуть трюмова я вам говорил умер назвала причину его смерти он скончался от воспаления внутренних органов как это бывает вот воспаление внутренних органов сразу все стали известны новые подробности странной смерти актера александра тютрюмова странная смерть умер не приходя в сознание лечили его три дня в санкт-петербурге и он помер от лечения никогда ни на что не жаловался так раисе снова оказалось десятки крупнейших экономик мира это кто передает ведомости ну так опять перепились так рейтинг вредных алкогольных напитков ну какой самый вредный лучше скажите какой самый полезный а ну так самый полезный давно сказано слеза комсомолки да ну вас нахрен а это что еще не открывается совсем раша туда и сегодня заткнулась не открывается открылась подозреваемый в подрыве автомобиля прилепина при задержании утверждал что ловил куропаток попался прилепин что интересно там вообще куропаток нет ну так наверное всех поймал дебилизм чё в москве девушка нашла и принесла принесла в полицию куртку а в ней было 200 тысяч рублей а в полиции их подменили на фальшивые ни хрена себе да кто-то в дежурной части подменил их на купюры банка приколов проверяют сотрудников да сами и по проверяют алла пугачева обратилась в полицию из-за кражи часов стоимостью 2 миллиона рублей после похорон ну песков то подходил руку целовал и снял часы чё удивляться ну пескова то не арестуют у него крыша так украинские сми сообщают о пожаре в одессе после взрывов в подмосковье обнаружили тела женщины ее дочери так они погибли из-за забытой на плите еды так известны причина голода на передовой стало известно почему возник ужасный голод на передовой это у русских так причина заключается в плохой организации продовольственной системы в армии и недоступности многих районов для поставок продуктов питания это кто передает это якутия якутск ру но они знают они всегда знают неизвестные проникли на территорию воинской части в новороссийске про боли пробрались двое мужчин один убит а зачем они туда лезли что ли за за оружием да ну не знаю кстати ранее сообщалось что парад победы на 9 мая отменили во всех городах краснодарского края за за исключением новороссийска за неделю в россии и и крыму произошло как минимум 23 инцидента и не инцидента с бпл а с беспилотниками комментарии растет и ширится партизан партизанское движение в рф первое украинское штурмовое формирование на 90 процентов готова перейти к наступлению но ожидания от него могут быть завышены заявили министр обороны украины рези резников и президент зеленский сказали мне сегодня не надеюсь а не стоит уповать на небеса так что тут из чо да ну какая-то хрень в рф самая острая нехватка рабочей силы за последние десятилетия поют да так это данные британской разведки уми 6 наверно по ее данным за три года население рф сократилась на 2 миллиона человек больше чем ожидалось из-за пандемии войны против украины количество работников снизилась до уровня 1998 года комментарий хороший плесень путлера уничтожает все вокруг так опять не открывается раша туда а вот открылась в нижегородской области судно состав 15 пассажирами и 42 членами экипажа села на мель села в городе городце прям в городе на центральной площади села на мель и стоит 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 так и стоит ничего с ним не делается площадь пожара на стройке на западе москвы выросла до 500 квадратных метров стройка горит да и хрен с ней так что тут из чо инфиоп опять медицинские новости инфекционист степанова посоветовала не брать с собой на пикники салаты с майонезом майонез он он же все натравленный в райсе в самарском университете разработали новый двигатель для бпл а вот мощностью в 5 лошадиных сил вот и ну что сама они а в самаре разве есть университет в кубыш в кубыш был а в самаре разве есть по моему нет уже врач врач аллендеев назвал зефир пастилу и халву как вкусно все полезными для здоровья сладостями но вот так ребята можете зефир пастила халва употребляйте а вот седловской курганской и тюменской областях бушуют угрожающие местному населению лесные пожары пожары нифига себе седловский тоже так грандиозно если верить мвд рф то украинский диверсант отправился в деревню козлова убивать прилепина захватив с собой украинских паспорт менты реально рассказали что он бродил там по лесу с паспортом украины в кармане ну тут дебил дебилы вот вопрос сразу в комментариях а карточку яроша обнаружили первый зампредседателя комитета госбуд думы по обороне алексей журавлев журавлев предложил маркировать товары компании из недружественных стран надписью произведено врагом раисе вот оно что и вот сам сидит на мотоцилке мотоцикле бмв который произведен врагами раисе да вот здесь сидит на фотографии упа ветеран великой отечественной войны валентин измайлов может предстать перед суд перед судом по статье реабилитация нацизма а все из-за того что он устроил драку на кладбище потому что рядом с могилой его жены решили похоронить погибшего вагнеровца и чё кого он побил а сколько ему лет лет сто наверное уже ветеран крепкий какой что тут еще в сша впервые провели внутриутробную операцию на мозге плода вы прикиньте родился мальчишка у него в голове там сосуды как-то неправильно немножко встали но врожденная и прямо-то внутриутробная вообще таком не слышал и поправили все живой выздоравливает так а это кто такой суровый зеленский май и июнь должны стать плодотворными в подставках оружия для украины заявил о зеленский ожидаем новых шагов уже в ближайшее время это именно то что нужно для наших сил на передовой дум давайте под предлогом и ваку эвакуации мирных жителей в срф вывозят с оккупированных территорий запорожской области имущества в частности российские военнослужащие массово грабят марга магазины 40 техникой и угоняет легковые автомобили да вот ничего себе да так рф надеется захватить бахмут к 9 мая дак это завтра уже считает командующий восточной группировкой в ссу александр сырский наверное подарок путину хотят российские спецслужбы устраивают фейковые митинги против евросоюза сша и украины в европе а кто бы сомневался там кгб везде да и вот интересный комментарий и ведь ведутся наивные европейцы а потом удивляются как же так россиянин на пропаганду ведутся интересно я может цитировал бунина вот еще раз я с ужасом думаю кого нарожает это пьяное кровавое быдло захватившая власть в россии это отсылка к революции семнадцатого года захватившая власть в россии и что будет с моей страной через два-три поколения пьяное кровавое быдло да так вот интересная новость нужен напоследок в зоне с его могут задействовать беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов я представляю куда они повезут господи беспилотные грузовики по бездорожью здесь мечты мечты и последняя новость так доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов имя имени приханова александр перенджиев обратил внимание значит на то что у сша у отсутствует опыт защиты собственных территорий так и предложил подумать на тему проведения спецоперации рф на аляске я не знаю как к этому относиться ну дебилы чё ну все пока ребята у нас дождик какой-то пошел что у нас дождик какой-то пошел на тему проведения спецоперации рф на аляске александр перенджиев